Музыка 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 Да, уже вон положили, уходит вдаль Глобальная строительность А когда сказали, откроют его? А его пускай уже частью открыли какой-то детал. На завтракную часть. Воспалит. Ага. Там много чего-то мусков. Воспалит. Сейчас. Окину взглядом. Играет музыка. Ну вот, вот мои стульчики, друзья. Ну вот, посмотрите, друзья. Куда приятнее, конечно, пить воду из горшка, грязную, чем из своей собственной миски. Алиса, еще мы любим из унитаза попить воду. Из таза, где стирается что-нибудь. Что за морда? Ну, куда пошла прятаться? Типа она тут ни при чем вообще. Я тут рассадой занимаюсь. Знаете, честно говоря, в улитку, вот в эти улитки дурацкие я больше сажать не буду. У меня в этом году был первый опыт, и я поняла, что это вообще, ну, это какая-то гадость просто сажать в улитки. Потому что и грязь, и, ну, вообще, в общем, в общем, не буду я больше в улитки сажать. Конечно, да, есть свои плюсы, есть минусы, но не знаю, в общем. Привет, друзья, маленькое дополнение к дачному влогу. Не хочу коверкать имя, по-моему, девушку звали Лилия или Лия. Она задала мне вопрос про тюльпаны, и я хочу сейчас на него ответить. Я могла бы снять, конечно, и видео, и что-то типа мастер-класса, да, как я это делала. Но, к сожалению, я думаю, как вы уже догадались, у меня сели все комплекты батареек выходные. И я единственное, что могла, это только фотографии делать, на них заряда хватало. На видео заряда не хватало, то есть у меня там буквально несколько минут видео, и потом все батарейки сдохли. Вот. В общем, хочу ответить на вопрос про тюльпаны. Тюльпаны, которые я покупала, ну, я, мама, покупала осенью, по-моему, еще до Нового года, да. У меня есть видео, я оставлю видео, как я, если нужно, как я их укладывала на хранение. И, собственно, я их уже посадила. Значит, что нужно делать? Вопрос был, как их сажать уже сейчас можно, или еще рано, и, в общем, как их сейчас посадить, как с ними действовать. Вот. Значит, если у вас есть возможность в начале апреля поехать на дачу, либо, если вы живете где-то уже, ну, в частном доме, например, у вас участок, можно сказать, под боком, да, если есть возможность, вот, копать землю в начале апреля, да, то, значит, мы достаем луковицы из холодильника, разворачиваем их, даем немножко полежать, как бы, в тепле, вот, просто на столе какое-то время, но пару часов, недолго. Значит, дальше нам нужно пойти на участок, буквально на штык лопаты, ну, не менее 12 сантиметров глубиной сделать ямку. Можно, как бы, сажать в ряд, можно сажать кучкой, то есть, тут это ваше личное предпочтение. Делается ямка на глубину минимум 12 сантиметров. Значит, на... То есть, у меня было, по-моему, я точно не помню, сколько штук, 8 луковиц. Ну, в общем, округлим. На 10 луковиц нужно где-то около литровой банки просеянной золы. То есть, вы сделали ямку, туда насыпали золу, распределили ее, немножко совочком ее перемешали. После этого натыкали луковички, да, чуть-чуть, буквально, не глубоко, вот просто, чтобы она, как бы, погрузилась в слой земли, да, чуть-чуть, корешочками. Сверху мы берем небольшое количество, ну, я даже не знаю, порядка, наверное, 30 грамм, может быть, меньше, ну, буквально, вот, горсточку, вот, просто щепотку карбамида. И распределяем. И суперфосфата тоже распределяем по поверхности. Не слишком этого всего много нужно. Для чего это нужно? Карбамид. Это типа азотного удобрения. Да, оно даст возможность луковицам нарастить зеленую массу, потому что сейчас, если луковицы зацветут, то есть, эти тюльпаны зацветут, то будет только цветок. И, скорее всего, на следующий год, если это декоративный сорт, он свести не будет. То есть, он, скорее всего, погибнет. И, в общем, нам нужно, как бы, создать зеленую массу, да, чтобы растение крепло, окрепло и стало таким жирненьким. Оно и цвести будет в дальнейшем. И сейчас нам нужно, чтобы у него была зеленая масса. Чтобы был не только цветонос, но и листья. Вот. Для этого нам нужен карбамид. А суперфосфат – это просто такое классическое весеннее удобрение, которое необходимо, чтобы растение получило все важные микроэлементы, какие-то вкусности, да, и тоже это поспособствует лучшему его развитию и приживанию на той местности, куда вы его посадили. Поскольку тюльпаны все-таки сажаются осенью. Но так как у нас такая ситуация, да, и мы сажаем их весной, нам нужно их подкормить. И для этого нужны эти удобрения. Вот. И дальше просто мы засыпаем землей рыхлой и все. И оставляем в таком виде. И ждем, когда свершится. Вполне вероятно, да, то есть, ну, процентов на 80. Я не рекомендую осенью их выкапывать и заново сажать. Оставить на том месте, где они есть, заметить это место каким-то образом и оставить, не выкапывая, до следующего года. А на следующий год уже выкопать и действовать с ними, как обычно. То есть, выкапывать, высушивать и сажать уже под зиму. Вот. Думаю, что вопрос такой исчерпывающий, вернее, ответ исчерпывающий на вопрос. При возможности, если интересно, осеннюю посадку, я себе запишу и обязательно сниму видео, как это делаем мы. Вот. Если интересно, пишите, ставьте пальчики вверх. Увидимся с вами во следующих влогах. И до новых встреч. Пока-пока. Спасибо, кстати, за вопрос. Продолжение следует...